Это видео с трассы Брест-Минск. Авария, которая без сомнения установит печальный рекорд уходящей зимы. Десятки разбившихся автомобилей, полная блокировка дороги и многокилометровая пробка. Те, кому удается объехать заторы, проезжают немного. Видимость не более пяти метров, как результат новой аварии. Те, кто не внял сегодня просьбам не садиться за руль, очень быстро об этом пожалели. То, что происходит здесь, на дороге недалеко от Дзержинска, тяжело назвать даже транспортным коллапсом. Трасса превратилась буквально в кладбище автомобилей. Медикам удалось довольно быстро эвакуировать отсюда пострадавших. Все остальные бросают машины и пытаются выбраться самостоятельно, но сделать это не так уж и просто. Резко пелена, ничего не видно. И все. Смотрю, спереди машины. Начал тормозить, меня чуть развернуло и массу не ударило. Я увидел, что есть машина и люди. По тормозам, вот она и ушла, но я метра три-четыре протянул. Вскоре остановились и те, кому удалось избежать столкновений. Против стихии оказались бессильные. Полный привод и высокая подвеска. Мощные джипы просто зависали в снегу и мгновенно превращались в сугробы. Водители бросали машины и пешком пытались выйти к ближайшим населенным пунктам. Только неимоверными усилиями сотрудников ГАИ и коммунальщиков на дороге удалось избежать полной анархии. Сейчас инспекторы налаживают движение, открыли одну полосу для того, чтобы транспорт мог проехать. Ну и сделали разрыв в парапете для того, чтобы люди могли вернуться на Минск и отложить свои поездки, как, в принципе, было рекомендовано им сделать ранее. Стихия ударила по всем транспортным артериям страны. Многокилометровые пробки парализовали движение и в регионах, и в столице. В снежной ловушке оказался общественный транспорт. Основная нагрузка легла на метрополитен, станции которого оказались просто не готовы принять резко возросшее число пассажиров. Со снегом на столичных улицах сражаются 12 тысяч дворников. Кроме штатных уборщиков, лопатой в руки взял весь персонал коммунальных служб. Тем не менее, даже таким составом они едва справляются с усиливающимся снегопадом. Дежурная с НПМЧС, чем помочь? Здравствуйте. Это центр управления и реагирование на чрезвычайные ситуации. Оперативный штаб, куда стекается вся последняя информация. По данным спасателя, обесточено 1700 трансформаторных подстанций. Без электричества находятся 530 населенных пунктов. Мощные заторы на семи магистралях. Самое большое ожидание в пробке – 3,5 часа. Спасатели в очередной раз призывают. Это тот самый случай, когда нужно отложить даже самые срочные дела и остаться дома. По возможности избегаете, в принципе, выходов на улицу. Подразделения МЧС работают, оказывают помощь автомобилистам, попавшим в снежные заносы. Всю ночь будут работать, конечно же, и коммунальная техника, и энергетики. И в очередной раз призываем в случае нештатной ситуации сообщать об этом по номеру 101. Непростой остается ситуация в регионах. В южных областях с утра шел ливень. Из-за налипания на линии электропередач растет количество обесточенных деревень. Сейчас больше всего обрывов в Брестской области. На ликвидацию последствий брошено 320 аварийных бригад. В Могилевской области без света 55 населенных пунктов. Дороги расчищают более 700 единиц коммунальной техники. В связи с погодными условиями сотрудники госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы. И только в первой половине дня в городе Могилеве было зарегистрировано десятки дорожно-транспортных происшествий. Завтра у работников электросетей отменен выходной день. Работать специалисты будут в круглосуточном режиме. В повышенной готовности находятся медики. Ситуация достаточно напряженная, но вполне управляемая. Первая основная наша задача обеспечить доступ к службе скорой помощи необходимым пациентам. Пациентам, которые необходимы медицинской помощи. Второе, просто доезды к нашим лечебным учреждениям, открываться с мест. То есть эти осуществляются притом во всех регионах нашей страны. Ну и третье, собственно, обеспечение безопасности, функционирование наших учреждений. При необходимости службы скорой помощи и оказание медицинской помощи будет оказано в полном объеме. Для этого есть все предпосылки. Циклон внес коррективы и в работу авиатранспорта. Рейсы в Минск, из Варшавы, Франкфурта, Вены и Москвы или задерживаются, или вовсе отменяются. Каждый час автовокзалы по всей стране отменяют выезды пригородных, междугородних и международных автобусов. Поезда уходят с небольшими задержками. Специально составы расчищают пути. Министерство образования рекомендует всем школам страны отложить запланированные на завтра занятия, экскурсии и поездки. Что касается работы всех служб в данной ситуации, она не является чрезвычайной, но повышенной готовности. Все службы как в правительстве, так и в облсполкоме, в райисполкоме, в горосполкоме работают в таком режиме. Все сотрудники государственных служб находятся на местах повышенной готовности, и техника, и средства работают на расчистке и готовы в любую минуту оказать помощь населению и гражданам. Есть готовность, провели в ноябре месяц тренировки, связанные вот с такими последствиями и чрезвычайными ситуациями, связанные с обильным выпадением осадков, низкими температурами. Поэтому сейчас мы по тому сценарию работаем во всей стране, во всех регионах. По прогнозам синоптиков, снег и ветер стихнут только к утру. Циклон Хавер уходит на восток Беларуси. Тем временем прогнозируется резкое понижение температуры, которое специалисту уже назвали аномальным. В Витебской области столбик термометра может опуститься до минус 30 градусов. Дмитрий Семченко, Дмитрий Казутин, Алексей Кряквин, Алексей Болотов, Елена Кукшинская, ОНТ.